Чуки, бежим! Чуки, бежим! Мы убежались, Чуки? Всем привет, добро пожаловать на мой канал Телкоплей, я Наташа. Мы сегодня продолжаем играть в Scary Teacher и продолжаем выполнять интересные задания и не только. Поехали! В прошлой серии, если вдруг ты забыл или забыла, мы с тобой выполнили два уровня. В одном уровне мы портили еду мерзкой училки, а в другом уровне мы мешали ей с телевизором. Сегодня нам нужно помешать ей с дресс этой одежды, скорее всего это платье, так, чтобы она не пошла пойти на какой-то маскарадный пати. То есть, скорее всего, нам будут нужны с тобой ножницы. Что же мне, наверное, одеть на маскарад, думает старая клуша? Да ты и так, и так, всяк по-разному выглядишь, как мужик, поэтому ну тебя нахрен, тебе это не поможет. Я думаю, что здесь как раз-таки нам пригодятся ножницы. Я уже, в принципе, плюс-минус выучила, где находятся всякие ножницы и прочие штучки, поэтому мы сейчас возьмем именно с тобой ножницы. Возможно, со временем она начнет закрывать какие-то двери. Ножницы, 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 ребят, вот они ножницы. Все, отлично, мы нашли, теперь нужно найти платье. Нужно найти платье, я, к сожалению, не знаю где, но, скорее всего, платье на втором этаже. Бабка нас, вроде бы, вот это не видит через окна. Я просто хочу понять, где ее находится платье. Потому что мне, если честно, непонятно, куда идти, чтобы найти ее платье. Да, ты поправилась немножко, подруга, надо было меньше жрать. Надо было меньше жрать, а то ты жрешь как не в себя, старая ты корова. Реально, старая фу-фу корова. Я не понимаю, где платье. Либо оно на первом этаже, найди платье и уничтожь его, написано мне в задании. Поэтому я сейчас его найду путем того, пока бабка до него идет. Это старая уродская. И потом, соответственно, я его чик-чик-чик отчик-чик. Блин, да где же оно? Ладно, давайте его искать. Давайте его искать, потому что у меня вот эти батареечки, они, конечно, стремительно уходят. Может быть, вот это платье? Нет? Нет, это какая-то нэпи-хэпи-хэпи-жопа. Но я, по-моему, не видела на первом этаже. Ой, на вот этом, втором конкретно этаже. Так что что-то мне подсказывает, что либо в той двери, которую открыла она, либо как раз туда, куда она идет сейчас. Да, господи. Вот, может быть, вот это платье? Нет? Блин, нет, это не платье. Может быть, здесь платье висит? Нет? Нет. Подожди, но она что-то знает. Эта клуша, она знает, где ее платье. Просто я не знаю, где ее платье. Я реально, я не знаю, где ее платье. Если бы я знала, я бы сделала. Так, пыточная. Зачем учителю пыточная? Видимо, учеников, которые прям совсем не хотят учиться. Она их, это самое. Так, она бежит за мной. Так, я так понимаю, что это все-таки на первом этаже. Давайте пойдем на первый этаж. Давайте пойдем смотреть, что на первом этаже. Главное, чтобы она меня сейчас не заметила. Вот это может быть платье? Нет, это явно не платье, это какое-то говно. А где могут быть у нее платья? Типа, алло. Так, это телевизионная. Это игровая комната. Зачем вообще старой бабке игровая комната? Не ясно. Но раз она есть, то есть. Так, она там усики себе решила подбрить. А где она их решила подбрить? Где-то на втором этаже, да? Может быть, я картину твою подрежу? Реально, ребят, я не знаю, где искать это платье. Так, походу, оно на втором этаже. Походу, платье реально на втором этаже? Я не понимаю, ребят. Ага. 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 А ты же не сюда идешь? Да я уже в твоем хаусе. Твой маленький хлеб уже здесь. Ты мне, главное, покажи, где твое платье лежит. Я что, знаю, что ли, где твое маленькое платье лежит, тетя? Вот, смотри, пыточное. Пыточное. Вот где-то здесь-то было. Блеха. Ну что ж мне так везет-то? Вот это, наверное, было платье, да? Это твое платье? Нет, это твой маленький хлеб. Может быть, вот это платье? Да где платье-то? Где платье ты прячешь-то, тетя? Где она прячет платье, ребята? Может быть, надо картину, которую она там пялила, смотрела. Но я не видела эту картину. Я что, знаю, что ли, где она? Ты где спрятала платье-то, алло? Где мое платье, невеста, честная? Вот это, что ли? Ну-ка. Я не знаю, где это платье. Я тебе отвечаю. Я не знаю, где это сраное. Куда я бегу? Где я? Я не понимаю, где его искать. Нет, это не платье. Это явно не платье. Просто вся проблема в том, что я реально не знаю, где это сраное. Ага! Ой, а я, наверное, разобьюсь, да? Как думаешь? Наверное, я разобьюсь. Но я могу сейчас выйти, там где-то был выход. Я, главное, уничтожила это вонючее платье. Просто реально была проблема в том, что я не знала, где оно. А оно было, оказывается, в шкафу. Так, где тут спуск был? Хе-хе. Нам нужно просто выйти сейчас снаружи, и тогда, по идее, скрипт сработает. И она увидит свое засраное платье. Хе-хе-хе. Все. Ой, еще энергетчик можно заберу, пожалуйста. Да. О, как хорошо. Мое платье. А-а-а. Все, все. Раньше надо было. Вот так вот мы ее взяли с тобой и задоминировали. Какой мы плохой ученик, да? Изводим бедную учительницу. Но, возможно, эта тварь заслужила. Возможно, она просто так стала двойкой. Знаете, это, возможно, та женщина из тех учителей, которая говорит, что... Вот я тебя не люблю, поэтому я тебе это ставлю. Наверняка у всех была такая учительница, которая тебе просто за неприятность ставит. Так, и что это у нас? Кофеечек. Так. Так, ты любишь чай. Очень-очень сильно. Значит, мне нужно испортить этот чай. Ну, слушай, мне кажется, что здесь, в принципе, плюс-минус та же тактика, что была с этим... Как его называют-то, скажите мне, пожалуйста. С супом. С супом. Я думаю, что нужно его будет просто посолить или поперчить, и кофе будет испорчен. Ну, чай, вернее. Найди пин. Find the pin. Что такое пин, я не знаю. Но пин это обычно так. Подожди, а что это, ты идешь на улицу, что ли? А какого хера ты идешь на улицу? Она решила мне пойти навстречу? Шотовая женщина. А, у нее зарядка, я понял. Хорошо. Каблучки и макияж. Зарядка этот день наш, да? Хорошо. Значит, она, скорее всего, пойдет внутрь, опять-таки, через этот вход. Ой, да насрать мне на тебя, слышишь? Я от тебя убегу. Вот не хотелось бы... А, она вообще там чилит, у нее полный чил-аут. Хорошо, тогда давай, смотри. Берем соль. Берем соль. Берем вот эту хрень. А пусть... Давайте сначала посолим. Да не торт. Да не торт, дурак. Посолим. Нельзя. Серьезно? Может быть, она хочет туда шампунь добавить? Подожди, может быть, реально надо что-то другое добавить? Вот это оливковое масло, а вместо тортика, вместо тортика взять все вот это... Да, 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 ты не туши меня! Я же не успела! Ну ты что? Вот же ты говно. Я не маленький хлеб. Зачем она меня обзывает маленьким хлебом? Я не понимаю. Подожди, а может быть, сюда place of... Может быть, туда нужно вот эту вот штучку положить? Да, может, и что-то с диваном надо сделать? Не с чаем, а с диваном? Чтоб, типа, она не сидела и не кайфовала? Давайте я попробую. Да не надо мне вот это, спасибо. Да люби, пожалуйста, никто не против, дорогая моя. Никто не против, что ты так сильно любишь чай. Здесь лежит эта булавка. Я сейчас просто попробую. Она пока пьет, я тупо возьму, окей? Да подожди ты, тихо-тихо-тихо-тихо. Женщина, угомонитесь, охладите свою траву. Куда ты что-то делаешь? Может быть, реально нужно кнопку и под жопу положить? Как к типичному учителю просто, который бесит. Вы, кстати, подкладывали учителям кнопки в попке? Мы один раз подложили целых три штуки. Три штуки. Учительница села и не заметила. Мы ржали, как кони, весь урок. Представляете? Какие мы подлые детишки. Я сейчас просто попытаюсь подложить кнопку. Реально, может быть, это так работает. Музыка такая страшная. Так. Не, ну подожди, это как-то слишком... А можно, может, как-то ее беспалевно положить? Ага. Нет, ну это какая-то... А, все! То есть надо было прикрыть еще. Так, я вообще легко все сделала. Это было очень легко и просто. Поставить кнопку. Застелить. Но мы, кстати, тогда нашей учительнице подушку подложили. Поэтому, скорее всего, она могла не почувствовать. Но когда она встала на перемене, мы подошли. Там были все эти кнопки погнутые. Уколчик! Это уколчик! Профилактика от геморроя! Антигеморрой! Стоп! Как бы, да! Дополнительную дырочку не хотите ли? Так, мистер Ти... Чего? Ничего не понял, но сейчас поймем. Надо накормить кота или что? Надо выпустить котика? Серьезно? А где котик-то? Ты что делаешь с котиком? А где котик-то? Подожди. Найди кота и выпусти кота. Мне нужно спасти кота. Ребята, никогда не было так важно спасти котика. Котик, я сейчас приду. Подожди. Мне, скорее всего, понадобятся ключи. Эд, не хочешь брать ключи? Так, мне кажется, кот где-то на втором этаже. Я возьму вот это. Я возьму вот это. Я возьму плоскогубцы. Отмычку. Отмычку. И плоскогубцы. Вот. Так, открой Чуки. Чуки его зовут. Чуки, я иду. Чуки где-то в пыточной, судя по всему. Чуки, сейчас. Чуки, я иду. Чуки. Чуки, я иду. Чуки, сейчас. Чуки, Чуки, где ты? Чуки, я иду. Я бегу. Так, вот он. Чуки, бежим. Чуки, бежим. Мы убежали из Чуки? Мы убежали? Ха-ха-ха-ха. Лежи. Я киську вынесла. Мы спасли Чуки с тобой. Все, ты не найдешь нас. Мы спасли Чуки. Ребята, мы спасли Чуки. Это отлично. Мы спасли киску. Я думала, котик сидит в пыточной. Но нет. Главное, что мы спасли котика. Рыжего котика. И не разбились. Я думала, мы разобьемся. Я думала, мы разобьемся. Но мы не разбились. Мы выжили. У нас следующее задание. Время сбежать от день рождения. Так, мистера, короче, училки. И дать ей удовольствие, что ли. Короче, не знаю что. Но сейчас посмотрим. У нее ДР-шка сегодня. Значит, особо с ней как-то баловаться не надо. Я думаю, нужно засунуть какое-то... Знаешь что? О, динамит может быть ей в торт. Скорее всего. Скорее всего, нужно засунуть какой-то динамит. Ну, как можно испортить торт? Засунуть туда плохую свечу. Найди фаер-крекер какой-то. Нужно найти фаер-крекер. Это просто свеч. А, поменяй. И все, что ли? Серьезно? Так быстро? Ты только не ешь пока. Куда она сейчас пойдет? Куда она сейчас пойдет выходить? Так, она пошла на второй этаж. Ну и клуша. Ну и клуша. Так, главное, чтобы она меня сейчас не заметила. А она и не заметит. Все. Make it look to the candle. Посмотри на свечку или что? Да подожди. Зачем мне смотреть на свечку? Я не хочу смотреть на свечку. Может быть, ее нужно покрасить фломастером? Типа того. Или что нужно сделать? Я не знаю. Ну, короче, давай вот так. Просто здесь постоим. И понадеемся, что это действительно сработает. Ага. Я понял. Ага. То есть, ее нужно было еще закрасить. Я просто не поняла, как ее задекорировать. Но теперь поняла. Теперь я все поняла. Ребятушечки. Я все поняла. Я сейчас все красиво сделаю. Просто персик будет охренеть от такой красоты. Я тебе отвечаю. Будет супер красиво. Значит, это можно скипать. Это хэппи безды. Скипаем. Это все. Значит, смотри. Мы сразу с собой бежим тогда за кендалом. Надо просто дождаться, чтобы она куда-то подальше ушла. Потому что, видишь, как только мы что-то делаем двигательное, скажем так, по сюжету, она приходит, это все и ломает. То есть, не ломает, а приходит, проверяет. Вот. У меня есть свечка. По-моему, вот там вот ее можно было закрутить. Именно там вот на столе лежали вот эти упаковки. Нужно будет взять синюю упаковку. Все. Ждем, пока она там сядет, посидит, попердит и уйдет. Быстро, однако. Ну и правильно. Пусть чешет. Чеши своими этими самыми яйками и не мешай. Шурши отсюда. Все, прошуршала. Значит, смотри. Ставим свечку. Берем вот эту. И декорируем ее. Все. Надо нам сбежать до того, когда она будет праздновать свой день рождения. Серьезно? Подожди, подожди. Я еще не сбежала. Стой, стой, стой. Тетя, я еще не сбежала. Какой день рождения? Надо сбежать до того, пока она не начнет праздновать. Сударе. Сейчас, подожди, подожди. Стой, стой, стой. Я должна успеть. Все, я убежала. А, 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 а. Все, меня здесь и не было. Все, красиво сейчас будет. Прям просто бух. Давай. Разлетелась по роже. Получи в рожу. Все. О, ой, какая красивая. На Грэнни теперь похоже. Теперь она Грэнни. Еще один, кстати, уровень. Звездочки я в этом уровне не находила, но я не особо их искала, как бы забила. Так. Урок. Никогда не забудь. Положи паука на ее любимую книгу. А простите меня, пожалуйста, а где выстрел паука? Да, я, конечно, понимаю, но я же не буду лазить там по всяким интересным предметам и не очень. Ее любимая книга находится в том же помещении, где и телевизор. Она смотрит, как обучать детей. Ага, я понял. Хорошо. Нам это ничего не нужно. Где мне найти паука? Вот в чем вопрос. Я не знаю. Я ни разу не находила паука, но смею предположить, что паук должен быть где-то на улице. Но это же логично, потому что паук это паук. Но он обитает на улицах. Но здесь его точно нету. Сейчас будем искать с тобой паука. Найди паука. Осторожно, он кусается. Да ладно. Какого хера меня будет кусать паук? Просите, пожалуйста. Но типа почему? Я думала, мы с пауком должны быть друзьяшки. Нет? Паучок не охерел ли меня кусать будет? А где мне найти паука? Я не знаю. Я пока вот бегу в этой игре, я ни разу не видела пауков. Может быть он где-то в кустах? Но если что, потом сюда пойдем? Нет, это не паук. Может быть его в капкан нужно поймать? Ну а если его расплющить, то это уже будет не совсем паук. Так. Может быть перчатки? А не хочет брать перчатки. Паук. Павук, павук. Но паук должен в кустах жить. Там вечно жуки всякие, тараканы обитают. Но этот паук, видимо, не из таких. Может быть где-то у нее свой собственный тарантул живет? Давайте искать паука. Возможно нам повезет и мы его найдем. А возможно нет. Павук. Где павук? Тетя. А где павук? Она пошла гулять. Серьезно? Павук. Может быть вот это паук? Нет, это какая-то книжка. Вот эти штучки почему-то не открываются. Меня это изрядно напрягает, но я ничего не могу сделать. Хорошо, ладно. Так, а где паук-то? Как мне найти паука? Я что что ли? Пауковед? Да уж. Я не знаю. Типа паук это охеренно весело, но в то же время я не знаю где его искать. Тут дом-то посмотри какой большой, какой паук. Ой-ой-ой. Но пауки живут в паутине, это я знаю. Они живут там где есть жучки, паучки всякие. Они кушают жучков. Ага. Бляха, я так и знала. Бляха, да он же меня сейчас укусит. Меня укусил паук. Значит, нужно найти что-то, что поможет победить паука. Так, хорошо. Положить паука на ее любимую книгу. А что мне, простите, пожалуйста, сделать с пауком? I don't know. Я реально не знаю, что с ним сделать надо будет. Но я сейчас попытаюсь. Я сейчас попытаюсь, конечно. Паука я нашла, но я реально не понимаю, чем мне его, как бы, блин, ловить. Возможно, мне нужен, типа, знаешь, какая-нибудь тряпка. Подожди ты, не беги. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Правильно, не беги за мной. Не надо за мной беги. Не бежать. Не беги, не беги. Не надо. Оно тебе не надо, старая ты карга, понятно? Оно тебе бежать за мной не надо, пожалуйста. У тебя тут даже казино есть, прикинь. У тёлки есть даже казино. Давайте хоть что-нибудь дайте мне, а. Там тряпочки, перчаточки. Отмычкой, может быть, его долбануть. Я не знаю, может быть, пауку нужно что-то дать пожрать. Чтобы он был менее агрессивным. Муху какую-нибудь. Ну, а где я высру муху? Так, я не знаю, где она, но я пойду на кухню. Я пойду на кухню искать что-то, что может в теории, в теории порадовать паука. Ну, что-то мне подсказывает, его особо ничего не порадует. Это же паук. Вот, это что такое? Ага! Может быть, его в спички положить? В спичечный коробок? Ну, это же логично. Паука положить в спичечный коробок. Так, тихо, спокойно. Так, выходим. Пошли попробуем положить паучка в спичечный коробок. Ну, это, это реально, это же имба. Он же маленький, он должен там полер лежать. Так, найди теперь этого паука, конечно. Тот еще будет полный квест. Сейчас найдем. Паучок, ну-ка. Иди-ка сюда. Нет, он не хочет ложиться в мой кусочек счастья. Жаль, жаль, жаль. Я не знаю, что делать с пауком. Если у тебя есть какие-то предположения, то напиши мне, пожалуйста, в комментарии. Я воспользуюсь твоим советиком. Мне реально казалось разумным положить его в спичечный коробок. Но, видишь, у этой игры совершенно другие планы. И какие, я пока что понять не могу. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Не забывай то, что за тем, какие ролики выходят сегодня на канале. Ты можешь посмотреть на вкладке сообщества. Там специально для тебя составляется расписание. Поэтому подписывайся на канал, смотри сообщества. И увидимся уже очень скоро. Пока.